Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера было 19 марта и вчера был день экспирации по моей опционной стратегии. Я обещал рассказать, что произойдет, но произошло некое недоразумение. У меня со счета исчезли больше 3 миллионов рублей. Итак, смотрите. Я, когда рассказывал вам о том, что произошло накануне, я такой довольный весь был. У меня на счете было вначале 180 тысяч рублей, потом я добавил еще 100 тысяч. И в результате я, в результате построения своей стратегии опционной, сделал доходность бешеную. 100, видите, практически 120% к средним активам. Средние активы 472 тысячи рублей. Ну, было вот здесь вот 180 тысяч, вы видите, да, потом я добавил немножечко. И результат у меня, результат 845 тысяч рублей. За один день только прибавилось, за последние вот 116 тысяч. То есть прибыль была достаточно бешеная. Посмотрите, что было дальше в личном кабинете, когда по позициям я смотрел. Вот они позиции по опционам. Я такой, я весь хвастался. Смотрите, я там вам показывал уже, что там было больше 2 миллионов рублей. Сейчас у меня вот перед 1356, я сделал скриншот, у меня было 38 купленных опционов PUT со страйком 145 тысяч, которые вроде бы должны мне принести 3 миллиона 390, ну, фактически 4 тысячи рублей. 3 миллиона 394 тысячи рублей. Еще купленные 15 опционов PUT со страйком 120 тысяч, которые должны были мне принести, кажется, 731 тысячу рублей. Ну и плюс проданные опционы PUT, прикол со страйком 112 500, не важен страйк на самом деле. Вот, премия должна была остаться за мной. Вот, что показывал личный кабинет, плюс еще 40, там, с половиной тысяч рублей, вы видите, да? Ну и для того, чтобы, для того, чтобы зафиксировать эту, ну, там, на определенном уровне прибыль, я решил купить опционы. Я решил купить опционы, вот, не опционы, а фьючерсы сами. Я, извините, так сказать, переживаю, конечно. Вот, я купил фьючерсы для того, чтобы зафиксировать эту прибыль. Сначала я купил, ну, вот, по количеству опционов, потому что, ну, вот так надо было. А потом, я смотрю, цена начала расти, я еще докупил. И, ну, суммарная убыток, я купил их немножечко раньше, потом докупал просто, вот, 78 фьючерсов я купил в результате всего. И эта позиция дала мне, ну, на тот момент, вот, на 13,56, минус 740, фактически 7 тысяч рублей. Ну, казалось бы, ничего страшного, да? 3 миллиона 400 плюс 700 тысяч, это 4 миллиона 100 тысяч, 4 миллиона 150 тысяч, ну, подумаешь, минус 750 тысяч. Ну, кое-что остается. Правильно, это 3 миллиона, да вот же, фактически, 3 миллиона 400 тысяч с лишним должно остаться, было. И я рассказывал на курсе по опционам, прямо в живом эфире показывал, говорю, вот, сейчас будет экспирация, сейчас смотрите, смотрите, смотрите. И вечерние уже, ну, там все бабки подводятся обычно на вечернюю сессию, понимаете. И я показываю, смотрите, вот, в 16 часов там остановились все курсы, все, значит, там зафиксировано. 18.45. И мы прямо наблюдаем в прямом эфире, что происходит, смотрите. А происходит следующее. Вот. Здесь вы видите, вариационная маржа накопленная, там, ну, на текущий момент, по сравнению с предыдущим днем. И 18.45 через какое-то время исчезает вариационная маржа, она обнуляется. Вот эти все деньги, они обнуляются полностью. Смотрим на, в лицевом счете, что на сайте брокера, там ничего не изменилось вообще при этом. Возвращаемся сюда, через какое-то время обнуляются все вот эти позиции. Они исчезают. Они просто исчезают. Нет, ну, не совсем так, не просто, а на графике отражается, что вот эти вот опционы все исполнены. То есть у меня продались, у меня продались фьючерсы по 145 тысяч, продались фьючерсы по 120 тысяч. Мы это видели, и продались фьючерсы вот по текущей цене, которая была. То есть все было исполнено, и все, здесь по нулям. А деньги исчезли. Денег нет. Я не знаю, что произошло. Как вы думаете, что случилось? И что мне делать? Чтобы, вот представьте себе, вы на моем месте, да, у вас, кажется, прибыль 3 миллиона 400 тысяч. И они исчезают со счета. Все, бесследно. Никаких следов. Хорошо, что я делал скриншоты. И как вы думаете, что произошло? Может быть, это маржин колл? Ваши соображения, и что произошло, по вашему мнению, что будет, что бы вы делали на моем месте, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, что случилось. Ну, я, понятно, это дело не оставлю просто так. И за развитием событий следите, что произошло дальше, я вам расскажу. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Да, поделитесь этим видео со своими знакомыми, потому что, ну, многие, может быть, у вас знакомые торгуют. Просто, может быть, им тоже будет любопытно, что произошло на момент экспирации. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Продолжение следует...